Христос посреди нас, мои родные и любимые все, братцы и сестры во Христе, все, кто стоит в Господе нашем Иисусе Христе, помни Его жизнь, Его учение, которое все и вся Его жизнь и все Его учение в одном слове, в коротком одном предложении. Уповай на Господа, сущего Творца, родителя Твоего любимого, и любите друг друга, ибо все мы, братья и сестры во Христе. Так что вот так вот, Христос посреди нас всегда, сейчас, здесь, в данную секунду и просвещает всякого человека, которого Он привел в бытие. Помните об этом, знайте это, помните и держите это, и учите так. Не слушайте никого, кто вам не напоминает заповедь Господа, наставления апостолов, боговдухновенные и полезные, и назидательные для Церкви. Ну, если кому нужно, в Духе Святом, в свете Нового Завета, слова пророков, ну, или какие-то события истории человечества, в Ветхозаветной, да может быть и Новозаветной. Так что стойте в свободе, дарованный нам Иисусом Христом, и не прообощайте себя снова в вещественном начале мира. Мы, Духом Вадимой, ожидаем праведности от веры во Христе Иисусе, где нет ни обрезанной, ни обрезанной, ни елены, ни иудей, ни варвара, ни язычника, ни свободного, ни раба. Мы все во Христе Иисусе будем и живы, и действенны. И вера наша, естественно, действует любовью, делами любви. Любовь, она не на словах, она на делах. Добрые слова, любовные слова, поддержка, радость с радующимся, рыдание и плач с плачущими, рыдающими, скорбящими. Вот она, простая жизнь бытовая. Поговорить я хотел о святости и канонизации так называемой. Или канонизации, а не и канонизации. Святость-то есть. Все мы во Христа крестившиеся, народ Его, царственное священство, взятое в удел, народ Божий. Ибо, как мы помним по пророчеству, заключит Господь с нами, со всеми желающими, алчущими и жаждущими правды, новый завет, в котором не будет никто учить брат-брата, познай Господа. Но каждый, исполнившийся Духа Святого и живущий по заповеди Господа, будет знать Его. Потому что тот, кто любит, тот познал Бога. Ибо Бог есть любовь. А не любящий не познал Бога. Вот вам и все богословие, теология, Богу знание, Богу ведение. Так что все очень просто. И вот, пожалуйста, вам. Святость. Что такое? Святость – это плоды Духа. Человек святой, человек, у которого плоды, весь обвешанный, который творит дела любви, дела упования. От этих дел любви и упования критерий их правильности совершения, истинности, когда в человеке радость от этого. Он рубашку отдает из счастья. Он, может быть, страдает, но уповает, Господь его укрепляет. Он испытывает его веру в чем-нибудь. И он в этой вере стоит, не падает. От этого у человека радость в Боге и с людьми. От этого у человека мир в душе. И мир с Богом, и мир со всеми по возможности. От этого долготерпения, когда чего-то Бог долготерпеливый смотрит тоже, когда тебе что-то он, как он говорит, подал бы сразу, но смотрит на твое долготерпение. И подаст в свое время каждому, кому что полезно. Отсюда у человека и благость, счастье. Отсюда еще больше его сердце умягчается и становится богоподобным в милосердии, в любви к ближнему. Отсюда и воздержание. Отсюда и вера, укрепление надежды и упования. Вот так вот. Вот святость-то. А что такое канонизация? Люди. Люди, поющие панигирики и строящие гробницы своим пророкам. Правильно, чтобы какое-то учение сделать истинным, надо сначала этих людей сделать святыми, а потом ссылаться на них. замулевать все их грехи в житие. Не в жизни описания, а в житие. В лакированной шкатулке, как выражается один. Вот все жития. Лакированные шкатулки. Лицемерные. И лукавые. Лицемер кто такой? У которой не свое лицо. Вот там все замулюет. Мы ничего не знаем об этих святых. Не знаем ни их жизни. Все замуливали. Никакой истины там нет. Ни в одном житии. Во всех этих преданиях, которые понаставляли, все переписали культовики. Все жрецы своего культа, все заинтересованные, как говорится, как это называется-то. Потому что им нужно свой культ проповедовать. Мы не знаем, причащалась Мария Египетская второй раз, когда в духе была. Ладно, первый раз. Может, она и правда там причастилась, ничего не понимая, как и все ей этот хлебушек дали. Она ушла в пустыню. А когда она уж летала там, вообще неизвестно, существовала ли она. Неизвестно, кто ее житие написал. Там байки бабьи басни шли по монастырям. Тот Зосима ничего не писал. Это он рассказал вроде как. И потом только через несколько веков один решил записать, монах. И потом мы и то, мы не знаем, мы ни рукописи это не видели. Мы видим переписки человеческие, заинтересованные, причем в основном в лукавости своей, этих переписчиков, которые все к культу привязывают. Поэтому мы не знаем, была ли она, не была ли она. И вся она просвещенная духом, летающая, не питающаяся, а летающая от земли в молитве. Тут она вдруг решила хлебушкой покушать. Идола жертвенного под видом тела и крови Иисуса Христа. Да вы знаете, у меня никакого доверия к этому нету вообще. Ноль просто. Феофан Затворник пишет, что он, переводя книжки чужие, я вот забыл про это, ну кто знает духовное брание, я забыл чья на этого грека-то. Никодим Святогорец, да, или как он. Он сам про эту книжку в предисловии пишет, что если ему дадут ее прочесть, после того, как я его перевел и адаптировал, для своего народа, для своего культа, он будет ее читать, как новую книгу. Я на всю жизнь запомнил его это предисловие. А ведь все добротолюбие переведено Феофаном Затворником, человеком культа. Все житие его подмазано, ничего там не найдешь, никакой правды, как он жил и что делал. Все, все там подмазывает. Вы знаете, у меня, я говорю, никакого, Бог не говорил, Господь Иисус Христос, сущий нас всем Творец, неизменный в Слове Своем Бог, не говорил, что мы будем там кого-то прославлять, петь кому-то панигирики. Он сказал, я путь истинной жизни, я вам все открыл. Наставлениями апостольскими мы можем поназидаться, что-то Боговдухновенное найти, конечно. Ибо они даже писали вперед Евангелие, потому что они были еще не умалившимися живыми книжками и свидетелями. Вот, да, мы можем это делать. Там уже никакой правды ты не найдешь. Возьми любую книжку после Евангелия, где гарантия, ее переписывал один человек, ни с чем-то и сличить не можешь. Да, Евангелие как закваска, как зараза, как инфекция, как некоторые хулители христианства, философы говорили. Стало как зараза по лицу земли распространяться. Но на самом деле мы, христиане, говорим, как закваска, весь мир заквашивает. Стали писаться, переписываться, свитков полно. Конечно, там тоже есть подлоги. Конечно, там тоже есть опечатки, описки. Но это хоть что-то. В Евангелии сколько раз переписывали, сколько народов, на скольких языках стало распространяться. Само Божьим промыслом написано было специально, не одно. Я помню, поражался. Но почему четыре, никто их не склеил? И причем, как я об этом выяснил, я вам рассказывал, сейчас еще расскажу, что я сам пытался склеить. Потом оказалось, что все это до меня уже пытались, начиная со второго-третьего века, склеивать. И я говорю, в том же Кривославии Востока Феофан Затворник склеил под названием Труда своего, как у него называется, Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся в нашем радио спасения. Я даже помню. Я ее читал, перечитывал, тоже там все переведено. Все это не пользуется популярностью. Почему? Бог не попускает духом своим, удерживающим. Как были четыре, так они идут, чтобы подлога не было. Соедини их и все. Тут чуть подписал и корней, старое сожги и все. А сейчас уж вообще это невозможно. Сейчас интернет, цифровые технологии, у каждого по 100 экземпляров, в электронном виде, в таком. Книга-печатание уже 100 лет. Все. Уже только опять можно христиан просто на кострах сжигать. Уже истину от них не сокроешь. Кстати, вот вы знаете, действительно, откуда был такой, ведь рассвет протестантизма, не рассвет, вернее, а вообще его начало, именно связано с новыми технологиями, с появлением книгопечатания машинного. Уже хоть там, ведь вы знаете, что даже Пашку, там вот первую книгу, которую даже в русском, на первом русском станке напечатали именно апостола. И то же самое было в Европе. Я там точно не помню, но и не важно, потому что первую не святую книгу, хотя, по-моему, тоже что-то из Библии, или Новый Завет что-то напечатали. По-моему, тоже так было в Европе. Я, честно, не помню. Вот, ну, просто в Европе, вы же все знаете, намного раньше, у нас-то позже все приходило, мы же отсталые, гнилая Русь-то, все время в отстающем вагончике за всеми. Вот, и станки-то и вся технология, конечно, на Европе развивались, там же первых юридиков жгли двигатели науки, вот эти религиозные фанатики. И вот там стали печатать. И действительно, с расцветом, с доступностью Писания, хотя уже католики, кривославные Запада, уже запретили давно читать, там же был запрет на чтение Библии. Просто люди, ну, представляете, до какого безумия доходили. Шесть веков служба идет на латыни, никто ничего не понимает, стоят как чурбаны, сейчас-то стоят как чурбаны в кривославных капищах Востока и Запада. Тоже на непонятных языках там что-то бормочет. А уж тогда-то вообще кто там латынь-то. Там свой-то язык крестьянин не знает, писать не умеет, а это латынь какая-то. Чего он там ни слова вообще не понимает. Представляете, какая? Откуда все эти революции там? Да потому что народ-то не святой, народ не знает ни Евангелия, ни Писания. И сейчас, заметьте, какое время. Да, вроде бы книги давно всем доступны, но еще сейчас будет, я что-то так чувствую, будут новые волны цветных движений, потому что есть интернет. И такой интернет, которого не было 10 лет назад. Какие были технологии? Я вот, вы знаете, мне 34-35 практически, я у истоков стоял, потому что мне, когда развивались, ну нет, конечно, компьютеры развивались раньше, когда ничего на свете-то не было. Ну что это за компьютеры там? Это вот такие гробы со шкафа, и что там? Одну операцию 2 плюс 2, компьютер сложил, там прыгали до потолка. А я именно, что я захватил первый, их называют ПК, персональный компьютер. Это уже мой век. То есть мне было школа, это где-то 12 лет, это где-то 95-е годы, то есть стали появляться ПК, персональный компьютер, и доступный, то есть человек мог его дома поставить. То есть я на этом, конечно, вырос, но и сколько лет все равно. У меня почта там первая была, у истоков какого года, я не помню, там все эти соцсети, я там регистрировался, то что любил все это тоже. Вот, но шагнуло резко такие, вот как YouTube, появились порталы, возможности хранения таких информации, только-только. Это вот 3-5 лет. И вот сейчас начнется бум, конечно, бум. Да, будут и запреты, может быть государственная палка опять возьмется, какая-нибудь секта с блудницей, с этой государственной опять сблудит, совокупиться и начнутся гадения на святых. Это, конечно, безусловно. Но от этого Господь обычно кровью святых церковь взращивается. Так семена еще лучше возрастают, истинные семена, которые пулей туда в Царство Небес не дят, которые не боятся, для которых жизнь Христос а смерть приобретение. И такие святые христолюбцы будут как свет гореть, как было всегда, как было в Первой Церкви. Протестантизм, у него, конечно, начало-то хорошее было, выйти из системы, но, к сожалению, они создали свою систему. К сожалению. И тут же Лютер, не успев, за свою жизнь все успел, за пару лет выйти, создать систему и начать убивать, сам сжигал еретиков на кострах. Но это вообще в голову не может подложиться. Выходя из системы, нельзя ни в какую систему вступать, ты на той вышел. Ты вышел не из конкретной системы, а вообще из системы. Потому что любая система порочна, потому что природа Бога свобода. Свобода в любви, единство в свободе по закону любви, добровольное единство по закону любви, потому что только любовь соединяет. Только любовь сближает людей. Ты к любящему, тебя тянешься просто к человеку. Поэтому это единство в свободе. Естественно, принцип этого единства или закон этого единства это любовь. Поэтому и любовь, Бог не называет даже ничем, ни единством, ни свободой, по сути, любовь, а любовь немыслимая, без свободы, без единства, без всего-всего этих плодов или критериев любви, свойств любви, образов любви, как угодно, назовите, Бог открылся, как Бог любовь, и Он к нам, кстати, именно делами любовь свою являет, а не на словах-то, переведя нас в бытие, в бытие, которое сотворил прежде, а не в грязь нас головой бросил, когда земля была безвидна и пуста, Он для нас земное царство сделал, ввел нас сюда, как цари, сказал, любите, возделывайте, храните этот рай, нет предела удовольствия, Он говорил, возделывайте, это и так рай, но нет предела удовольствия, я вот вас в начальную точечку поставил, в средненькую, можете пасть туда, отвалиться, а можете увеличиваться в радости, благости и счастье, вот куда хотите, туда идите, вот вам свобода, вот вам древо жизни, я в вас, и вот вам внешнее древо познания добра, лже-добра, лже-познание, лже-добра и зла, а это все истинное зло, одно дерево истинного зла, только никто зло просто так не будет себе руку или голову отрезать, это лишь система, вилочка, сатана все время, вот тебе типа мнимое добро, на самом деле такое же зло под личиной добра, это все тьма под видом света, сатана в виде ангела, вот что такое святость, их канонизируют люди, нигде Бог не свидетельствует, что вот этот, мол, святой там, ему подражайте, да нет, этого, отрабеться никогда не было, канонизируют люди, возводят гробницы своим пророкам, причем при жизни, кто почитает смех, сами себя обличают, вы почитайте, потом замазывают все, все эти кривославные и не только, всех толков и народов и мастей, почитайте, как они собственных, собственных, которых потом бы святых возгодят, а сами их гнобили там, Иоанна Златоуста затравили в оконцовке, Максима Исповедника руку отрубили, язык вырезали, собственные братья кривославные, собственные иерархи. Симеон Нового Богослова, собственный, сенот и патриарх Константинопольский, ссылают старца 65 лет без куска хлеба в одной тунике на необитаемый остров, блин, вообще, где там, какая любовь, очнитесь, кривославные, там любовью рядом, не обоня, не пролетал никакой душок даже, Максима Греха загнобили, вызвали из Греции, давай, дружочек, помоги нам тут устроить культ, культ организовать, книжечки правильно перевести. Он нам начинает евангельскую жизнь проповедовать, говорит, кривославной гнилой Руси, опомнитесь, надо жить по Евангелию, все, в сырую темницу, без права переписки, на 15-20 лет сколько там. Посмотрите на Иосифа Володского, всех сжечь, всех на костры, всем головы рубить, посмотрите на Филарета Московского, дубасил своих попов почем зря. Ну, конечно, сейчас замажут скоро и это, никто ничего не узнает. Это называется церковь святых. Кошмар вообще. Это все культ, культ, страшный культ, уводящий от Христа, ведущий в погибель. И вот вы знаете, у меня такое чувство неугасаемое. С самого начала было, конечно, всегда. Просто эти слова Господа, которые я сейчас напомню из Евангелия, никогда у меня из ума тоже не выходят, тем более я всегда живу в Господнем Евангелии, читая, слушая его всегда. И вы помните, как он сказал, удивитесь, когда туда попадете, ибо много придет с Востока и Запада. Конечно, кривотолки сейчас там расскажут, это о христианах речь, да не только о христианах. Господь сердцеведец и будет судить людей по логосу внутри сердца его. А логос этот бог, это древо жизни, это его голос, его заповеди, дух, начертанный на самом деле в каждом человеке, ибо бог природа бытия всего, все его приобщены, мы жизнь сейчас имеем. Я сейчас говорю только потому, что бог дает мне жизнь, дает мне дыхание жизни, дает мне силу жизни, здоровье, питание, все, что есть у меня. И любой человек ходящий, ему гвозди вбивали те руки, которым он давал силы. Его пронзали те руки, и тот человек, которому бог дает жизнь и силу. Его плевали и заушали те, кому бог давал силу в руки заушить Господа с такой силой, с какой он хочет. Бог – это невероятная любовь. Ну кто своему врагу будет топор натачивать? Вот бог такая любовь. Он руки не сушает, а здоровье. Он говорит, я пришел не губить, а спасать. Не чтобы мне служили, а чтобы послужить. А у нас одно превозношение. Поэтому у меня твердая убежденность в том, что в Царстве Небесном будет очень-очень тьма. Тьма – слово вроде бы не святое, но на самом деле мы знаем, когда туча чего-то, даже какой-нибудь там саранчи, пчелка, тьма аж свет может загородить. Там стая птиц большая. И вот оно и в хорошем смысле слово тьма употребляется. Это в Царстве Небесном, мы когда туда будем отходить все, слава Христу, то там будет очень много простых, добрых богословок-кухарок, богословов-плотников, богословов-строителей, богословов-служителей любви во всех ее проявлениях. Где там люди только не служат на любом каждом своем месте, ближнему своему, тот, кто рядом с ним. А где все эти будут монахи по пещерам поспрятавшиеся, где все эти будут проповедники культа, где все эти будут рубящие уши за истину, вы знаете, у меня большой вопрос, если честный. Поэтому там не то, что о святости речь. В Кривославных молятся за грешников и по нигирике поют святым. Не ошибаются ли они? Сам своего ближнего сказал, он молит за ним, потому что он грешник, откуда ты знаешь? Ты суд о нем знаешь, Божий? Придумали молитву за усопших. Ты откуда знаешь, где он? Он может у Христа за пазухой давно. А этот где, ты знаешь, рубил всех тут на кострах, жег, да в нем любви не на грамма. О, это по нигирике надо петь. Надо его на деревяшечке нарисовать. Ящичек рядом поставить, ему же так деньги нужны, там на небе. Косточки его тут рядом вонючие положить. Это же так благочестиво. Это же так естественно, гигиенично. Ну мы, конечно, завернем в красивый фантик, чтобы отвращения не было. Как они и мясо, и плоть Христову едят. Исповедуешь, что это мясо, но чтобы отвращения не было, вот Господь решил свое мясо прикрыть видом хлеба. При этом я и чувствую хлеб, и вижу хлеб, но при этом я должен себя убедить, что я мясо сырое ем. Ну или, я не знаю, вроде там никто в алтаре не варит, я не видел его. Вот, что они там отрезают, я не знаю, сырого, мертвого. Ну сырого точно, а живого, мертвого я не знаю. Я так от них не добился ответа. Так что вот так вот. Поэтому будьте святы. А святость – это упование на Бога и любовь к ближнему. Это единственная заповедь Господа и Бога нашего. Чтобы мы веровали, как Иоанн Богослов от имени Отца Небесного. Чтобы мы веровали во Христа. Я говорю, вера после Дивана, и переходит эта заповедь в заповедь упования и надежды. После Диванной веры. Потому что мы творим, мы и раньше никого не благодарили, на Бога не уповали, а теперь творим дела достойные, соответствующие покаяния. Значит, если мы веруем в Него, чтобы Он там всех исцелел. Не надо бежать к людям, уповать на них. Мы просто попросили Бога, и Он дает просто и без упреков. Он наш любящий Господь, Он наш любящий Отец Небесный. Вот я хотел по святым и по этой канонизации, так называем. Все против учения Господа нашего, воплотившегося, сущего над всем Творца, Иисуса Христа. Поэтому я не знаю. Рассуждайте сами с собой, встречайте с Евангелием. Обязательно читайте Евангелие и послания апостолов, которые боговдухновенны, назидательны и полезны, естественно, для каждого человека. И точно так же рассуждайте о всех святых, по плодам. Если он жгет еретика, в нем нет никакой любви. Господь не позволил Петру заистину рубить уши. Не позволил. Сказал, хочешь, вот рядышком вставай. Кто-то там именем Божьим исцелял, Господь не позволил. Запрещал, вот, там мы знаем, человек некто, ходит, помните, Иоанн там, тоже. Говорит, кто не против вас, тот за вас. Тебе что сделал? Тебе ничего не сделал? Вот и живи спокойно. А то всех еретиками наименовали. Живи спокойно в любви и уповании. И проповедуй учение Иисуса Христа, жизнь его и учение его. Которое в простом слове, люби ближнего, как самого себя. Ибо любящий ближнего исполнил закон. Вот и все. Ну все, на этом все. Вы знаете теперь истину. А ложь вы сами относительно истинной увидите. Поэтому, где все плохо, мы и так все знаем. Надо говорить, как хорошо. А хорошо это любить ближнего. Но любовь это не поступление в истине своей. Когда тебе там что-то кто-то доказывать будет. Это не значит, что ты должен вместе с ним культу поклоняться. Это не любовь. Он пусть хочет поклоняться. Проповедовать вы должны смело. Сам Господь это делал. Первый внесистемник. За ним Павел. За ним много-много. А почему мы их не знаем? Нам кажется, это вот, это такое новое. Ну достаточно протестантизм посмотреть. И потом история уже стала храниться. Потому что, я говорю, книги стали появляться. Такие легкодоступные. Мы уже историю четырех веков последнюю более-менее знаем. Потому что, я говорю, книги стали более доступными вещами. Поэтому все эти исторические просто книги доступны. Да вот, пожалуйста, во все времена восставали внесистемники. А значит, они были от начала. Потому что сам Господь и Павел первые внесистемники. Просто откуда мы их знаем? Господь их скрывает специально. А вот эти культовики прославляют своих пророков. И строят им гробницы. И из них там учения выводят. Они вас закидают талмудами, чтобы вы к Евангелию даже не прикасались. Чтобы вы Евангелие читали внутри. Там он цитатку вставит. Вот такое учение нахарадит. Это вот такую цитатку Господа прилепит, вырванную из контекста. Читайте Евангелие и послание апостола. Все. Ничего не надо. Только скопцы и ради Царства Небесного могут все что-то еще позволить. Люди, отдавшие свою жизнь на служение ближним словам. Да, люди могут и Библию читать, Новый Завет. Я сомневаюсь, что у людей семейных, которые тоже будут в Царстве Небесном. Я верю, что простые люди скорее там будут ближе ко Христу, чем эти горе канонизированные. Их святыми нельзя назвать. Никто не знает. Суда Божьего ни о ком. Господь нам не открывает, когда он уходит. Все эти сказки там про благоухань. Да все это вонючие кости. Расскажут там эту чушь. Свет, подсвет. Что только мы все верим, людям верим. А надо Богу верить. А Бог в сердце у тебя. И в Новом Завете. Вот и познавай его. И то. Что там познавать-то? Люби ближнего, да и все. А люби делами. Никого лично не обижай. Никого лично еретиков. Пусть он делает. Хочешь, скажи ему что-то. Он спросит, а почему ты так живешь? Ну я вот так поистине живу, как я вот чувствую. Как мне Господь на сердце открывает Евангелие. Я так и живу. Все. Каждый будет давать ответ за свое сердце. Его Бог сердцеведец. Ну все. Всем, кому понравилось мое видео, ставим большой палец вверх. Кто любит меня. Ну а кто не любит и не понравилось, все равно ставьте палец вверх. Ибо вы христиане. Делитесь роликом, с кем считаете, если считаете, что ролик полезный. А все, что назидает церковь, мы, естественно, добром всегда поделимся. Поэтому никакой палки. Везде свобода. Все мои адреса каналов на ютубе наверху. Кто еще не знает, подписывайтесь. Смотрите там мои проповеди эти. А все мои контакты для связи. Я всегда доступен всем. Ни от кого не скрываюсь. Все знают, где я живу. Можете приехать. Еретики, кто там считает. Распять меня вот на первом столбе. Я не против. Пулей к Господу отправиться, какая радость. Так что. Ну а все полезные ссылочки всегда справа от меня. На какие-то мои плейлисты. Там посмотрите. Все. Слава Господу за все. Он всегда сейчас здесь с нами. Помните это. Его не надо ни о чем умаливать. Его просто надо попросить. Он все вам откроет. И любовь, и радость, и ум к разумению Писания. Поэтому любить надо не Господа, а людей. А на Бога уповать. Ему от нас ничего не надо. Он когда приводил тебя в бытие. Знал, что тебе нечего ему дать. Потому что все его. Все, что наполняет землю. От первого до последнего дыхания. И жизни. Вот. Так что. Бог Иисус Христос. Сущий нас всем. И неизменный в слове Своем Бог наш. Всегда жив. Живой. Был, есть и будет. Любовь Его мы познали. В Кресте Его. И все жизни. От начала во всех благодеяниях Отцетворения мира. В последнее время в Кресте Его. А Его Божественность. Познали в Воскресении Его. В этом стоим. В этом подвязаемся. И это проповедуем. Всех нежно целую во Христе. Крепко обнимаю. Пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok